Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это видео о той подкормке, которую я говорила, что я выбрала с повышенным содержанием фосфора и калия. Я сейчас расскажу подробно, но сразу говорю, что вы можете в качестве первой подкормки выбрать совсем другую. Вот всегда в начале года я всегда строю планы, график примерно и составляю. И я знаю, что надо при высадке, потом через примерно 10-15 дней, потом в фазе цветения, в фазе начала плодообразования и в фазе массового. Вот я себе разметила, вот он мой график висит, тут у меня будут подкормки, а здесь я запишу примерно, когда надо от болезни и вредителей обработать, хотя бы раз или два в сезон. Но очень часто бывает, что потом в разгар сезона я забываю какую-то подкормку и пропускаю, потому что я такой же человек, как и все другие, я могу и забыть, и уехать куда-то, и просто заболеть, что-то там случится. Но вот весной вот эти самые важные, вот именно в начале сейчас им помочь, я, конечно, успеваю сделать. Вот нынче я при высадке уже говорила, что я высаживала быстро-быстро и фосфор и калий почти нигде не добавляла, с учетом, что все я сделаю потом. Вот сейчас я сделала эту подкормку и я записала. Я вот все, что я сделала в этом году, это микроэлементами опрыскала, 5 мая я вам показывала. И вот вчера я делала вытяжку с суперфосфата, целые сутки я намешивала его, добавила калий и добавила немного азота для лучшего усвоения. Все, теперь я до самого, до фазы массового цветения могу ничего не делать, вот этого будет достаточно. Если будут цвести и образовываться прекрасно, хорошо, я могу даже пропустить в фазе цветения, но если по-хорошему, конечно, в фазе цветения нужно им еще раз потом помочь, потом, когда начнут образовываться плоды. Это все я говорила в предыдущих видео очень подробно, я сейчас не буду повторять, ссылку на эти вчерашние, позавчерашние видео я вам оставлю в описании к этому видео. Сейчас буду говорить только о подкормке. Я пошагово сняла весь этот процесс, как я эту вытяжку с суперфосфата делала, как я ее процеживала, как отфильтровывала. Сейчас я хочу вам только сказать, что не обязательно делать, вот пошел полив, эту первую подкормку я совместила с первым поливом. Я поливала только один раз при высадке, больше я не поливала и хватило им воды и хватает им всего. Еще раз повторю, раз кусты такие зеленые, пышные, я на азот не стала делать упор и не стала комплексное удобрение применять, где все в одинаковых дозах, я сделала больше суперфосфата. Вот эти, сделала классическую подкормку из классических удобрений. Как всегда делают, одну столовую ложку суперфосфата на ведро воды, одну маленькую чайную ложку калия сернокислого на ведро воды и немножко мочевины. Как я делаю, вы все посмотрите в видео, там как я взвешиваю все, но я могу сказать, что вторую подкормку, когда нужен будет фосфор и калий, возможно у меня не будет времени, я просто сделаю опрыскивание по листу вот монофосфатом. Только здесь, еще раз повторяю, тоже не забывайте, что совместно с азотными удобрениями нужно это все применять и лучше немножко добавлять. Все инструкции на этих удобрениях есть, все можно высчитать, но я вам рассказываю прям до граммов и все объясняю, почему я столько именно беру, потому что у меня 200 литровая бочка, если вы будете делать например на ведро или на 2, вам нужно будет всего, из расчета 1 столовая ложка на ведро воды, фосфора и калия 1 чайная ложка. Я делала сразу на 200 литров, чтобы подкормить сразу вот эти мои 140 саженцев и чтобы облегчить себе еще больше труд, я все это пустила через каплю. Не забудьте, что нужно очень тщательно фильтровать все, сейчас следующее, дальше за этим будет видео, как я вчера растворяла, как я все это собирала, как я сегодня фильтровала. Кому нужна будет такая подкормка могут повторить. Но сейчас, ну это вот знаете, классическая такая традиционная многолетняя, с возрастом уже такая подкормка, сейчас конечно есть и более водорастворимые, вот тот же самый монофосфат калия. Если кто не хочет мучиться с суперфосфатом, можно вот эти быстрорастворимые применять. Все, до свидания. Когда нужно приготовить вытяжку из суперфосфата, даже в большом объеме, в технологии приготовления ничего не меняется. Мы точно так же примерно высчитываем, что нам нужно как для полива столовую ложку суперфосфата на ведро воды, или в спичечный коробок на ведро воды, кто как хочет, тот так и меряет, независимо какой. Вот у меня был белый суперфосфат, эту пачку я открыла, он у меня вот такой суперфосфат. На 20 ведер я отмерила 20 ложек в эту банку, сейчас заливаю горячей водой и оставлю вот здесь стоять на улице, на жаре, у нас сегодня 30 градусов, это еще дольше поддержит температуру в горячем состоянии, чтобы вытяжка приготовилась быстрее. И вот сейчас 9 утра, с 9 утра примерно до 8 до 9 вечера будет у меня она готовится. Потом я вам покажу, я буду в течение дня ходить что-то делать и проходя мимо, чтобы не забыть про нее. Если я оставлю дома, я обязательно забуду, она целый день простоит, эта банка без помешивания. А сейчас я пойду поливать, например, я ее помешаю, пойду высадить помидорки, опять мимо прохожу по дорожке, я прямо дорожки ее оставляю, я опять помешаю. И вот целый день помешивания, потом она будет у меня мутная, вот эта жидкость, потом она осядет. Я вам покажу, как я солью с осадка, процежу и добавлю в емкость для полива. Наливать страшно, боюсь, банка лупнет, потому что фианик только что вскипел. Еще раз говорю, что суперфосфат бывает разный, если бы был вот такой белый, как я первый раз сделала маленькую дозу в литровой банке, 100 грамм на литр воды, там было как молочко белое. Таким белым молочком нельзя поливать, тоже нужно ждать, когда она осядет, осветлеет. Но я вам показывала, как используем только вот эту прозрачную жидкость. Вот тут мне уже сразу не нравится, тут столько ссора, какие-то палки, какие-то щепки, ужас. Безалаберно делают удобрения. Лишнего много. Все, я могу долить, можно не доливать вообще туда ничего. Ну в смысле, можно долить воды вот так, добавить, можно ничего не доливать. Нам главное, чтобы он весь разошелся, чтобы не было гранул. И вот, ну раз, 7-8 я его за день помешаю. Так. Ну все, пусть готовится. Потом я вам покажу несколько раз во время помешивания, покажу, как изменились гранулы. Вот сейчас они, вот в таком состоянии, видно, что они там крупинками. Видите, крупинки. Потом они станут просто однородным порошком-осадком. Упадет на дно вся вот эта ненужная основа. В основном это гипс, который пропитывают фосфором, потому что сам фосфор, его никак не донести больше. Там фосфор, там миллиграммы. И вот этот вот весь гипс, все эти основы, которые нам не нужны, побочные, они осядут на дно. Мы их уберем, выбросим. Вот через каждые полчаса, проходя мимо, я помешиваю эту вытяжку из суперфосфата. Но все равно она еще крупиночками. Видите, они еще полугранулы. И для того, чтобы получше он растворился, я хочу сейчас вот эту вот мутную воду слить в 5-литровую баклашу. А сюда налить еще кипятка, ну, чтобы ускорить процесс, потому что там на дне он плохо промешивается, слой большой. Сейчас еще подарю горячей воды. Вот прошло еще несколько часов. Я все подходила, помешивала, но он еще не растворился, суперфосфат. И вот эту всю воду, которая уже как, ну, растворилась, я ее слила и решила все-таки залить еще раз горячей воды. Вот теперь я снова сделаю также горячую воду, буду помешивать. И новую порцию, которая, ну, растворится, что в воде, снова солью в 5-литровую баклашу. Вот так. И дальше буду помешивать до самого вечера. Сейчас обед у меня пока. Одновременно с суперфосфатом мне же нужно еще развести вот калий серно-кислый. Так как у меня подкормка в основном будет фосфор, но там будет еще и калий, и чуть-чуть азота присутствовать. Я калий просто не ложками даже, а вот так отмерила. Очень легко высчитать, сколько нужно калия на 200-литровую бочку. Но вы должны все знать, что калия мы берем всегда по инструкции меньше, чем суперфосфата. Вот здесь в инструкции написано, смотрите, русским языком. Для жидкой подкормки в период вегетации удобрение разводят в соотношении 10 грамм на 10 литров. Значит, на 100 литров 100 грамм, а на 200 литров 200 грамм. Я не стала ложечками мерить, но можно сделать и ложечками, просто 200 грамм отмерила. Сейчас также в банку сыплю и залью теплой водой. Пока суперфосфат, вытяжка приготовится, калий серно-кислый тоже весь растворится. Он растворяется лучше, чем суперфосфат. И также я сделаю, разведу карбамид, мочевину, тоже меньше намного, чем суперфосфата. На ведро воды я буду добавлять маленькую чайную ложечку, то есть 10 грамм. Также вот сейчас насыплю отдельно мочевины. И все в отдельных посудах, они у меня будут сейчас растворяться. Потом я все это соединю, перемешаю и отфильтрую. Но перед этим нужно слить суперфосфат с осадкой. Это я вам покажу обязательно. Если у кого нет весов, чтобы отмерять, например, вот так вот, можно просто маленькими ложечками. Если суперфосфат на ведро воды мы берем для полива, для подкормок, одну столовую ложку, то калий серно-кислый одну чайную ложку. Все, сейчас буду растворять еще и калий. Сутки прошли, вытяжка из суперфосфата готова. Теперь мне нужно, самое главное, осторожно, не взбалтывая вот этого осадка, слить с осадкой его. Я вчера в течение дня помешивала, помешивала, доливала еще воды. Вот эту всю взбаламученную сливала, воды доливала. Мы сливаем только ту часть, которая стала прозрачной. Весь осадок я оставляю в баклажках и в банке. Потом еще будет фильтрация. Сейчас я пока просто снимаю с осадка. Так, сейчас вторую также сделаю, но чтобы вас не задерживать, я вам объясняю. У меня вот здесь, значит, фосфор. Это уже осадок, я его выброшу. Некоторые его применяют, но я не стала, не буду я его. Фосфор, калий и немножко азотистого удобрения для усвоения фосфора. Все. Я вот фосфор когда сняла с осадка, теперь мне нужно их все соединить в одно ведро. И одновременно профильтровать, чтобы долго не мучиться. Там, сразу скажу, никакая рыхлая ткань не подойдет, типа марли или что-то такое, или нетканный материал. Это очень там большая у нее чайка. Я использую старые наволочки. У меня вот в данном случае вот старое постельное белье, атлас, шила еще давно-давно, атласное. Уже не пользуемся. Я просто вот так выстилаю наволочку. Сначала я туда суперпосфор влюблю. Так, фильтровать это просто ускоряет очень мнение. Так, сейчас второй тоже солью с осадка. Ой, маленько взбаламутилась. Но она еще отфильтруется. Теперь калий идет следом. И туда же этот. Суперпосфата здесь больше, основная часть. Калия меньше. И азота совсем почти нет. Вот так фильтровать очень удобно. Она сейчас быстро стечет. И даже самые-самые мельчайшие крупинки останутся здесь. Вы понимаете, что атласная ткань, она очень маленькие дырочки. Но можно также хлопчатобумажную наволочку. Любую. Любую ткань, у которой нередкие. Переплетение нередкое. Ну и все. Так. Ну это еще не все. Перед тем, как сейчас я буду выливать в бак. Видите, вот все вот это вот осталось здесь. Я сейчас наволочку прополоскаю, прополощу. И перед тем, как выливать в бак для полива, я снова еще раз через ткань прогоню вот эту вот всю смесь мою подкормку. Для того, чтобы поливочные дырочки, не дай бог, не забились. Но вы понимаете, что в ткани очень мелкое сечение, мельчайшее. Намного мельче, чем в поливочном шланге. И забиться практически невозможно. Вот если двойная фильтрация через ткань будет произведена, то все будет нормально. Все. Но я надеюсь, дальше все понятно. Вот это ведро выливаю в бак с водой. Немножко, пол бака я уже выпустила воды в теплицу. И томаты уже увлажнен там грунт. И вот по увлажненному грунту пойдет вот такая дополнительно подкормка, насыщающая грунт наш фосфором и калием. Которые сейчас, вот через две недели после высадки в грунт, очень нужны моим томатам. Все. До свидания.